И еще одно совещание провели сотрудники администрации района. На этот раз его участниками стали не только чиновники. В зале также присутствовали жители микрорайона Щелково-7 и улицы Центральной. На повестке дня единственный вопрос. Какая управляющая компания теперь обслуживает дома на данных участках? Дело в том, что с 1 октября на управление домами вышла организация «Столица», которая стала победителем конкурса администрации. Тем не менее, некоторые жители уверены, что проводить данный конкурс не требовалось, так как многие из них самостоятельно организовали собрание в своих домах и выбрали в качестве управляющей компанией ООО «Альтернатива». Сотрудники данной организации придерживаются такого же мнения. Заместитель руководителя администрации Наталья Черна пояснила жителям, компания может приступать к своим непосредственным обязанностям только после соблюдения всех необходимых условий. На самом деле, если даже вы провели выбор управляющей компанией, эта компания должна заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями и для расщепления платежа с ИРКЦ. Компания «Альтернатива», которая везде разослала документы, что собрания прошли, на сегодняшний день, даже на сегодняшний день, не заключила договоры с ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, по словам Натальи Черной, компания «Альтернатива» не предоставила в администрацию протоколы собраний, что не дает районным властям право признать их управляющей организацией на данных участках. Сотрудники компании пообещали, что докажут свое право на управление домами и все необходимые документы предоставят. Что касается ресурсоснабжающих организаций, то, по словам их представителей, они пока что не могут заключить договора ни с «Альтернативой», ни со столицей, так как обе управляющие компании подали заявки на подписание. В итоге ресурсникам пришлось приостановить процедуру и направить документы в госжилинспекцию. С кем в итоге будут заключены договора, станет известно после проверки ГЖИ.